Приветствую, друзья и гости моего канала, с вами Ирина, коллекционер цветов. Летом 2020 в тропические страны не улететь, поэтому пришлось вырастить собственные джунгли дома. На 10 месте Variegatnaia liana из Индии Epipremnum pinnatum, сорт Enjoy. Ей 13 месяцев и она 6 метров длиной. На 9 месте Calathea mosaicine network. Неприхотливое, быстрорастущее растение с неповторимым узором на глянцевых листьях. Это годовалое растение, приобретенное мной деткой из двух листьев. Из бразильских лесов Stramanta zanguinea triostar на 8 месте. Эта самая популярная страманта ценится за красочный глянцевый куст, как летом, так и зимой. Ее также называют молитвенным цветком. 30-ти сантиметровые листья поднимаются по вечерам и опускаются по утрам, раскрывая объятия солнечному свету. На 7 месте Episcy из семейства Gisneriwe. Произрастают в Бразилии, Мексике и Колумбии. Я покажу два сорта. Это Silver Sheen в серебряный отлив, неприхотливый круглый год цветущий сорт. И Pink Acashu, розовая Cashew. В моей коллекции более десятка сортов и все по-своему прекрасны. Имеются сложности в выращивании Episcy в комнатных условиях. На 6 месте Allocasia Misholtsa. Это природный вид, произрастающий на Филиппинах. Пока еще редкое коллекционное растение, но уже широко распространяется по добрым зеленым рукам. В домашних условиях требует небольшого опыта в выращивании тропических растений. В середине моего ТОП-10 на 5 месте эффектная видовая Allocasia Cuprea с блестящим медным отливом на листьях. Ее родина Тропическая Азия. Обратная сторона листа пурпурного цвета. Поэтому растение декоративно как ни крути. В продаже ее можно найти под коммерческим именем Red Secret, Красный Секрет. Филодендроны встречаются от Мексики до Тропической Америки. На 4 месте моего ТОП-10 красоты – сорт Медуза или Painted Lady. Отзывчивая на малейший уход крупная лиана. Интереснейшие растения с ботанической точки зрения. О филодендронах легко найти много полезной информации. В тройку лучших домашних тропических растений, на мой взгляд, вошла Монстера Адансона. Данный вид в природе встречается от Коста-Рики до Бразилии. Эта лиана может достигать высоту около 8 метров в комнатных условиях. Также, но при этом сложно сохранить листья по всей длине побега. Не переносит прямой солнечный свет. Зимой нуждается в искусственной засветке. Отдельное видео об этой кружевной красавице смотрите по ссылке сверху. Приближаемся к вершине ТОПа красоты. На втором почетном месте Монстера деликатесная Альба варригата. Растения относятся к виду ароидных. И название Монстера в переводе на русский звучит как чудовище, о котором существует множество пугающих мифов от путешественников по лесам Амазонки. Альба варригата входит в число раритетных растений из тропических лесов Южной Америки, где лиана вырастает до 200 метров. Итак, первое место в моем ТОП 10 красивых комнатных растений заняли халабиумы. Всеми обожаемые слонята всевозможных окрасов и форм. Клубневые растения семейства ароидные. Для успешного их выращивания необходим опыт, терпение и чуткая интуиция. Мне интересно, какое растение на первое место поставили бы вы. Напишите мне, пожалуйста, какие растения в ваших домах самые красивые летом 2020. Надеюсь, мне удалось подарить вам немного тропического настроения. Подписывайтесь на мой цветочный канал. Всем удачи и процветания! Продолжение следует...